Санкт-Петербург – город, чье имя синоним культуры, красоты и утонченности, и в то же время героизма и стойкости. Оборона Ленинграда стала одним из самых трагических событий Великой Отечественной войны. Разум современного человека часто отказывается понимать всю жестокость этой битвы. День полного снятия блокады – 27 января 1944 года, и сейчас, спустя 70 лет, особая дата для города и страны. 8 сентября 1941-го немцы захватили Шлиссельбург. Кольцо блокады вокруг Ленинграда сомкнулось. Город прожил в осаде 900 дней. Почти три года боли и страдания, мужества и самоотверженности. Ленинград для Советского Союза был не только символом, колыбелью революции. Гораздо важнее было то, что это база Балтийского флота. Транспортный узел, ключ к дорогам на Мурманск и Архангельск. И промышленный центр. Кировский завод даже в блокаду продолжал делать танки КВ-1. Поэтому удерживать город нужно было любой ценой. Попытки прорвать блокаду советские войска начали сразу же. Уже 10 сентября, спустя всего два дня после того, как вокруг Ленинграда немцы сомкнули кольцо, началась первая Синявинская операция. Снять осаду не удалось. Спустя месяц проводится вторая Синявинская операция. И снова неудача. Одной из точек, откуда советские войска пытались прорвать блокаду, был Невский пятачок. Плацдарм на левом берегу Невы. В это время здесь воевал Михаил Андреевич Павлов. Родился в 1923 году. В Ленинградской области есть такой городок Дно. В 1941 году я закончил 10 классов средней школы. Намерение было поступить в военное училище связи. Я с детства занимался радиотехникой. А точнее, с первого класса. У меня побочной книгой, букварю, был журнал «Радиофронт». Война для Михаила Андреевича началась в истребительном батальоне, сформированном в Псковской области. Поскольку наш городок находился недалеко от Пскова, а уже 9 сентября фашисты овладели этим городом. Поэтому наш уже город был тоже прифронтовой. Ну и в то время наш Ленинградский военный округ был преобразован в Северный фронт. И руководство города приняло решение, что в районах, центрах области создавать истребительные батальоны для поиска и задержания экипажей сбитых немецких самолетов. И, кстати, вот первую-то винтовку и первые подсумки патронами я получил в райкоме Комстанула города Дну. Через некоторое время было решено истребительный батальон переформировать в партизанский отряд и отправить за линию фронта. Павлов хотел остаться с товарищами, но командир отказал. Сослался на возраст. Вместе с другими молодыми бойцами его направили в Ленинград на призывной пункт. Так я попал в военкомат и призвали нас, поскольку среднее образование, у большинства документов не было с собой. Ну, все мальчишки, даже наши же школы, самые там восьмые, девятиклассники, все, да, мы десятый класс, и всех нас направили в Ленинград. На Невский пятачок он попал 8 ноября 1941 года в составе 177-й дивизии 502-го полка. Трижды форсировал Неву, вот, ну, один раз удачно, в составе 177-й дивизии переправился и начал воевать на Невском пятачке, то есть вот здесь. Вот я говорю, что это главное было тамшея от печала. Вот эта дорожка идет. Здесь я переправился в составе уже 177-й дивизии. Все бои сложные. Я говорю, что наша 177-я дивизия здесь прожила на этом пятачке, ну, наверное, 3-4 дня. Мы без конца ходили в атаку. Кто-то уходил, кто-то ранен был и так далее, и так далее. А остатки все в живых снова комплектовали. Я уже на второй день потерял своих командиров и свою воинскую часть. На Невском пятачке была очень хорошо организована комендантская служба. Всех бывших из боя снова комплектовали, вливали в новые взводы и отделения и снова ходили в бой. Прорвать блокаду Ленинграда удалось только зимой 43-го года. Операция «Искра» началась 12 января 1943 года. Основной удар был нанесен севернее Невского пятачка в районе деревни Марьино. Несмотря на тяжелое положение под Сталинградом, немцам удалось не допустить разгрома своих войск. Ширина пробитого в кольце осады коридора была всего около 10 километров. Но моральное значение этой победы было огромным. Блокада была полностью снята через год. 14 января 1944 года началась Ленинградско-Новгородская наступательная операция. Советские войска прорвали оборону противника и отбросили его на 220-280 километров. Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. К этому моменту в Ленинграде не осталось ни одного целого квартала. 27 января 1944 года в городе гремели 324 орудия. Это был торжественный залп победного салюта. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ